Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня понедельник, 28 ноября по новому стилю или 15 по старому. Начало рождественского поста. И сегодня совершается память. Мучеников и исповедников IV века Гурия, Самона и Авива, мученика Дмитрия Добудского, мучеников Илпидия, Маркела и Евстохия, преподобного Паисия Величковского, подвижника XVIII века, священомучеников Николая Щербакова, Петра Канардова, пресвитеров Григория Долинина Диакона, Никиты Алмазова-Прото-Диакона. Прославляются иконы Божией Матери и Патменская, Купятицкая и Благоуханный Цвет. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в XVIII веке, когда со страшной силой влияние западного богословия исказило нашу традиционную православную церковность на Руси, спасительным связующим духовным звеном России и Афона стал архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, преподобный Паисий Величковский. Родился он в 1722 году в городе Полтаве в семье Протеерея. 17 лет от роду вступил в Любичский монастырь, затем перешел в скит Керхол, отличавшийся особенной строгостью монашеской жизни. Некоторое время спустя преподобный переселился на Афон, где основал особую монашескую общину – скит Святого Ильи. В 1758 году в возрасте 36 лет он был рукоположен в священный сан. В 1763 году преподобный Паисий с 64 монахами переселился в Молдавию для лучшего устройства в этой стране монашеской жизни и был поставлен настоятелем монастыря Драгомирны. За три года число Драгомирнской братьей утроилось. Устроитель братства отец Паисий написал и ввел устав по чину святых Василия Великого, Феодосия Великого, Феодора Студита и Афонской горы. Основные идеи этого устава – нестяжательность, отсечение воли и послушание, умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и социальное служение, такое как монастырская больница, странноприимница, церковное искусство и прочее. Земля, на которой помещался Драгомирнский монастырь, после русско-турецкой войны отошла к Австрии, а в Апоисий, не видя возможности мира духовного в новом государстве, решил уйти и увезти за собой всю братью – 350 человек. Господарь Григорий Гийко и митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах бедный Секульский монастырь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда братья умножилось, и преподобный Паисий стал просить о помощи в строительстве келий, то ему было велено перестелиться с братьей в богатейший немецкий монастырь, что он и исполнил в 1779 году, оставив часть братьев в Секуле. Житие в немецком монастыре преподобный Паисий устроил по образу Драгомирной Секулы – общежитие, умная молитва, переписка и чтение святоотеческих книг, ежедневное утром и вечером исповедание помыслов духовника. Паства преподобного росла, были иноки более чем десяти национальностей, и число их к 1790 году возросло до 10 тысяч человек. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. В 1790 году преподобный Паисий был возведен в Сан-Архимандрита, продолжая окормлять по-прежнему Секул и другие окрестные монастыри и скиты. На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских монастырях Авва Паисий учил братья умной молитве, продолжая единую линию восточных отцов добротолюбия преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорцкого. Преподобный Паисий приводил многочисленные доказательства и свидетельства святоотеческого почитания умной Иисусовой молитвы. «Умно-сердечная молитва для преуспевающих, для средних – пение, то есть обычные церковные песнопения, для новоначальных – послушание и труд», – получал старец. Старец с миром приставился в 1794 году, прожив 72 года. Преподобный Паисий был погребен в Нямецком монастыре, в соборном храме Вознесения Господня. В то время как переводы с латинского языка были очень распространены в нашей церкви, переводы восточных святоотеческих творений с греческого на русский язык, выполненные трудами святого Паисия, долго были единственными в русской литературе и читались повсюду. Им изданы добротолюбие, сочинения преподобного Исаака Сирина, преподобного Федора Студита, преподобного Варсонофия, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника, сборник творений святителя Иоанна Златоуста и многое другое. С его духовным наследием связана история старчества в России и, в первую очередь, в Оптиной пустыне. Первые оптинские старцы, учителя преподобного Амвросия Оптинского, преподобные Лев, Макарий и Моисей, были прямыми учениками учеников преподобного Паисия. Даже преподобный Серафим Саровский имел некоторое духовное преемство от святого Паисия. В чем же секрет духовного делания всех нами упомянутых святых? Да, как и во все времена, в смирении и стяжании Святого Духа. Посмотрите, с каким смирением отвечал преподобный Паисий, вопрошающему о том, как же спастись мирянину. «Советую вам прилежнее читать Божественное Писание и учение святых и богоносных отцов наших, которым дано благодатью Пресвятого Духа разуметь тайны Царствия Божия, то есть истинный смысл Священного Писания. В их Духопросвещенном учении вы найдете все, что нужно ко спасению. И я, грешный, по скудоумию моему, отвечаю на вопрошание ваше. Бог при милосердии соделывает наше спасение православной верою, добрыми делами и своей благодатью. Православная вера есть та, которую содержит Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь Восточная. Без всей веры православной никак нельзя никому спастись. Добрые дела – это евангельские заповеди, без исполнения которых, как и без веры, также невозможно никому спастись. Вера православная без добрых дел мертва, и дела добрые без веры также мертвы. Желающему спасения необходимо иметь и то, и другое вместе, и веру православную с добрыми делами, и дела добрые с верою православную. И тогда, при помощи благодати Божией, с поспешествующей добрым делам Его, Он спасется по слову Христа, сказавшего «Без меня не можете творить и ничесоже». Преподобни, Отче Паисия, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова